Всем привет! Это вторая серия дневника пилота. Наш главный герой уже несколько месяцев как стал настоящим пилотом и начал перевозить пассажиров. Его взяла на работу маленькая авиакомпания из Нижнего Новгорода, которая использует только очень старые советские Ан-2. Но в принципе для начала хватит. Наш главный герой уже стал главным пилотом, капитаном этого самолета. Так, значит подготавливаем самолет к взлету. Так, все системы в норме. Можем уже начинать взлет. Так, принято. Башня Нижнего Новгорода, разрешите взлет? Взлет разрешаем. О, посмотрите. А там Боинг 737 стоит, кстати. Ага, хотел бы я на нем полетать. Ну, мечтать неврядно. Но пока что нам надо перевозить пассажиров. Какой у нас полет? Просто туристический полет. Будем, прилетаем над Нижним Новгородом, а потом пролетим над речкой и зайдем на посадку обратно в наш аэропорт. Понятно. Так, опа. Вот, с левой стороны вы можете увидеть статую Ту-104. Погода ужасная. Прямо самолет трясет. Точнее, я трясу самолет, но слишком плохая погода. Да, уж погода не очень, конечно. Так, ну что ж. Значит, сейчас нам надо повернуть направо и возвращаться в аэропорт. Нет, нам надо еще один круг сделать. А, да, круг еще один сделать. Да, уж, а то какой-нибудь, какой-то слишком маленький полет был бы. Так, все вроде у нас в норме. Так, отлично, самолет в норме. Скоро за ним долетим до шелона. Что-то... Что? Двигатель остановился. Вот черт. Двигатель остановился. Это... Это диспетчер Нижнего Новгорода. Запрашиваем возвращение в аэропорт. Предпочитаем полосу 24. Принято. Разрешаем экстренную посадку на полосу 24. Так, полоса 24 вон там. Боюсь, может быть, мы не долетим до нее. Еще сажать этот самолет очень сложно. Черт. Очень неудобно. Ладно, попробуем. Так... Я иногда даже самолет с шасси не сажал. Попробую тогда без двигателя сесть. О, нет, скорость 10. Скоро будет 10. Ммм, черт. Может, выпустить закрылки? Нет, лучше закрылки не выпускать. А то потеряем скорость. Черт, горизонт сломался. Приборы. Так, ладно. Садимся. Так. Так. Боюсь, не долетим. Да, это понятно, что не долетим. Но попробуем. Попробуем хотя бы. Хотя мне сейчас даже кажется то, что мы наоборот можем перелететь. Да. В принципе, мы отлично даже заходим. Ничего страшного. Так. Тормоза готовы? Вроде да. Отлично. Так. Заходим. Заходим. Так. Вот полоса 24. Да, мы чуть-чуть высоко, и чуть-чуть мы быстрые. Так. Правниваем. Самолет для посадки. Ой-ой. Коснулись мы. Жестковато. Так. И вот. Так. Ура! Ура! Мы посадили самолет. Ура! Ура! Так. Давай здесь сейчас мы выйдем. И посмотрим, повредился ли наш... Так. Дайте пройти пассажирам. Посмотрим ли наш самолет как повредился или нет. Так. Вроде никаких повреждений. Все с самолетом отлично. Отлично. Хорошо, что только двигатель у нас сломанный. На следующий день нашему главному герою дали выходной за спасение самолета. Как вдруг, пока он стоял и наслаждался красивым памятником самолету, как к нему подошел какой-то мужчина. Да. Что вам надо? Я представитель авиакомпании ЮТР. Наша авиакомпания хочет предложить вам работу. Я, конечно, согласен. А на каком самолете я буду летать? Ты будешь назначен вторым пилотом на самолете АТР-72. Ура! Я, конечно, согласен. С АТР-72 пересесть на АТР-72. Это очень круто. Понятно. Можете пройти со мной. Мы подпишем важные документы. И уже через несколько дней ты поедешь в Москву. Во Внуково. Будешь летать на АТР-72. Первый полет будет из Внуково в Пулково в Санкт-Петербург. Понятно. Я, конечно, согласен. Пойдемте. Так, идите за мной. А что произошло дальше, это уже другая история. Всем пока. Надеюсь, эта серия дневника пилота вам очень сильно понравилась. Ну что ж, всем пока.